Специалисты Центра имени Хруничева завершили комплекс пневмо- и электроиспытаний ракеты-носителя «Протон-М», которая будет стартовать к Международной космической станции с новым модулем наука российского сегмента МКС. В настоящее время три ступени ракеты-носителя состыкованы, проверки подтвердили штатную работу всех систем и коммуникации ракеты. В свою очередь стартовый комплекс «Протон-М» на Байконуре дооснащен новым контрольно-проверочным оборудованием для обеспечения запуска. Оборудование предназначено для приема и передачи телеметрической информации с модуля «Наука», а также для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе. Госкорпорация «Роскосмос» представила эмблему нового российского модуля. Изображение науки расположено на фоне земного шара в полностью рабочей конфигурации, развернутой рукой манипулятором ЭРО, открытым иллюминатором и установленной шлюзовой камерой. Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства унифицированных рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Часть научной аппаратуры будет установлена и на внешнюю поверхность модуля, что создаст уникальные условия для проведения новых научных исследований. С наукой российские космонавты должны получить каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ЭРО, который позволит выполнять некоторые работы за бортом станции без выхода в открытый космос. Фактически это национальная лаборатория. И этот модуль, он специально изначально был спроектирован так, чтобы удовлетворять запросы как раз исследователей и экспериментаторов, постановщиков работ. Вот в отличие от всех остальных модулей, где нам сейчас приходится проводить эксперименты, он изначально спроектирован так, чтобы там были унифицированы такие вот рабочие места для проведения экспериментов, как внутри модуля, так и снаружи. А там это будут такие посадочные места, как можете представить, как шкаф такой серверный у вас стоит, где есть понятные стандартизированные разъемы. Они доводятся уже, это их конфигурация до всех постановщиков, и те понимают, как им проектировать, собственно, свое научное оборудование. И таким образом, ну, у нас будет такая прозрачная совершенно система, адаптированная под как раз ученых, которые готовы предложить что-то прорывное, действительно, научно-целесообразное на борт. Ракета-носитель «Протон-М» будет вывезена на старт 17 июля. Запуск науки запланирован на 21 июля в 17 часов 54 минуты по Москве. Стыковка с МКС 29 июля. Следите за нашими прямыми трансляциями. На прошлой неделе мимо МКС на расстоянии менее двух километров пролетел неустановленный объект космического мусора. Вероятность пересечения орбит станции объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала. Если вероятность попадания в область вокруг станции размерами 2 километра по высоте и 25 километров по ширине и длине превышает одну десятитысячную, то есть объект находится в пределах так называемого красного порога, то выполняется маневр уклонения станции коррекции ее орбиты. При этом, если эта вероятность известна ранее, чем за 28 часов до возможного времени сближения, то рассчитывается новая орбита и готовится маневр уклонения. Если данные о превышении красного порога приходят позже, чем за 28 часов, выполняется маневр по заранее заложенным величинам импульса, который нужно придать станции для уклонения. Если данные приходят позже, чем за 5 с половиной часов, то выполняется такой же маневр, но экипаж готовится к переходу в корабль «Союз МС» и закрытию люков на время вероятного столкновения. Британский миллиардер Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников его компании Virgin Galactic совершили полет границы космоса, поднявшись на высоту 86 километров на борту аппарата Юнити-22. Весь полет из космопорта в Нью-Мексико от взлета до посадки занял час. При этом фаза невесомости продлилась лишь 4 минуты. Суборбитальный космоплан достиг высоты 86 километров. Граница космоса определена Международной авиационной федерацией на 100 километрах над уровнем моря. Это так называемая линия Кармана. Примерно на этой высоте атмосфера становится настолько разреженной, что скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъемной силы, становится больше первой космической скорости, и поэтому для достижения больших высот используют средства космонавтики. Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал этот полет в своем твиттере, выразив желание, чтобы российские миллиардеры последовали примеру Ричарда Брэнсона и тратили капитал на развитие космических технологий. Два года назад, 13 июля 2019 года, в космос была запущена российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Всего около двух часов понадобилось ракете-носителя «Протон-М» и разгонному блоку ДМ-03, чтобы вывести «Спектр-РГ» на расчетную траекторию по направлению к точке Лагранжи-Л2 системы Солнца-Земля. На сайте Института космических исследований Российской академии наук в честь двухлетия запуска опубликованы статьи, основанные на данных российского телескопа «Артекси» имени Михаила Николаевича Павлинского. Этот прибор, установленный на борту «Спектра», назван в честь его создателя, руководителя отдела астрофизики высоких энергий «ИКИ-РАН», ушедшего из жизни 1 июля 2020 года, но успевшего увидеть первые результаты работы своего проекта. На Байконуре продолжаются тренировки космонавтов набора 2018 года. Сейчас в пустыне выживает второй условный экипаж в составе Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина. Двое суток они проведут, ожидая встречи с поисково-спасательной группой. А пока их главная задача – спастись от изнуряющей жары и палящего солнца в дневное время, создать условия для безопасного ночлега под открытым небом и не допустить обезвоживания организма. Случаи приземления отечественных экипажей в горных и лесных массивах, а также на водную поверхность – единичные. Степи Казахстана пока остаются главным местом старта и посадки российских экипажей. Сверхбыструю схему, позволяющую экипажам добираться до МКС за полтора часа, начали испытывать при полёте грузового корабля «Прогресс МС-17». Отработку одновитковой схемы планируют продолжить и в следующих полётах «Прогрессов». Короткие схемы позволяют космонавтам быстрее, а значит, комфортнее, учитывая небольшие объёмы корабля «Союз», долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после шести-семи витков начинаются острые негативные последствия невесомости – так называемая космическая болезнь – тошнота и укачивание. Сокращение времени полёта позволяет встретить эти особенности космоса в более комфортных условиях и лучше перенести адаптацию. В Центре подготовки космонавтов состоялось представление четырёх новобранцев, которые сейчас проходят общекосмическую подготовку – Сергей Тетерятников, Александр Калябин, Сергей Иртуганов и Арутюн Кевирян – кандидаты в космонавты открытого набора 2020 года. Новобранцам предстоит пройти двухлетнюю общекосмическую подготовку, и если в будущем они успешно сдадут госэкзамен, то получат квалификацию космонавтов-испытателей. 12 июля 1988 года вслед за аппаратом ФОБОС-1 была запущена автоматическая межпланетная станция ФОБОС-2. Основной целью станции серии ФОБОС являлся одноимённый спутник Марса. Станции создавались в рамках международного сотрудничества, и кроме Советского Союза в проекте участвовали ещё 12 европейских стран. В состав научной аппаратуры входили различные анализаторы, спектрометры, радиометры, солнечный телескоп и другие научные приборы. На специальной платформе размещались отделяемые исследовательские зонды, которые должны были быть сброшены на поверхность ФОБОСа. Поначалу всё шло хорошо, однако 29 августа при закладке управляющих программ на борт первого ФОБОСа была выдана ошибочная команда, из-за чего он потерял ориентацию в пространстве, а солнечные батареи перестали смотреть на солнце. Оставшись без электроэнергии, все бортовые системы через несколько дней выключились. 2 сентября при попытке провести плановый сеанс с ФОБОСом-1 аппарат на связь не вышел. Из-за досадной ошибки всего лишь в одной управляющей команде была потеряна целая межпланетная станция. Тем не менее, близнец первого аппарата ФОБОС-2 продолжил своё путешествие к Красной планете и 29 января 1989 года вышел на орбиту Марса. Начались исследования планеты и её спутника. В конце февраля была проведена фотосъёмка ФОБОСа. В результате получено 38 кадров высокого качества с расстояния от 300 до 1100 километров. ФОБОС-2 успешно провёл коррекцию своей орбиты. До сброса зондов на поверхность ФОБОСа оставалось всего 10 суток, когда внезапно 27 марта со станции прекратилась связь. Точную причину отказа аппарата установить так и не удалось. По предположению, на ФОБОСе вышел из строя бортовой компьютер. Таким образом, ни один из четырёх зондов с двух станций так и не попал на поверхность спутника Марса. ФОБОС оказался крепким орешком. Серебристые облака в Минской области. Автор Андрей Дитковский. Сезон видимости этих уникальных космических облаков в самом разгаре. Они появляются во время сумерек на северной части неба. Это самые малоизученные облака, которые появляются на высотах около 80 километров прямо у границы космоса. Природный парк Большой Тхач. Республика Адыгея. Даже если на закате повсюду был плотный туман с видимостью в десяток метров по сторонам, через пару часов с ночным похолоданием он улетучивался, открывая космические картины. На фоне западного очишбока в кадре видны горные цветы витриницы. Автор снимка Михаил Рёва. IC 4592. Отражательная туманность голубая конская голова. Основная часть комплекса молекулярных облаков на этой фотографии отражательной природы, то есть их видно за счет энергии света ярких звезд. Найти эту голову лошади можно в созвездии Скорпиона. Снимок получен на очень темном небе с большой экспозицией. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tv.ru и до встречи в космической среде. Присылайте лошади, электронные подменируйте.